рассмотрим основы работы с графикой первоначально в джулии как и в питоне собственно были библиотеки вызова разных видов графики к первой версии библиотеки эти остались но появился пакет плот который унифицирует вызов разные графики то есть вы унифицирована разные варианты графики запускаете вот это вот разные варианты называются бэкендами в принципе вы можете и напрямую запускать с другим синтаксисом по-другому описывать но это если вам интересно значит давайте мы посмотрим вначале мы установим нужные пакеты это у нас using pkg или импорт pkg импорт от using отличается тем что когда мы импорт пишем обязательно должны указывать вначале название пакета потом функции то есть pkg add и так далее а когда using это указывать не обязательно то есть сразу это можно писать вот он обновляет реестр находится в точка джулия как мы видим зависит от версии джулия то есть если у вас версия сменилась то реестр можно удалить вот у нас они поставились и using plot джулия у нас некий вариант джит компилятора джиастом тайм ну скорее just a hit of time то есть она перед когда подгружается что-то она компелит и работает с этим пакетом а дальше он уже компеленный всю сессию и так вот у нас плот он один окне у бэкэнда и тут давайте мы посмотрим как работать с разными бэкэндами и нарисуем простейший график ну вот функцию зададим функция у нас естественно поскольку у нас основа это численные расчеты у нас должна быть таблица фактически иксы и икрики чтобы нарисовать мы должны сгенерить эту таблицу в принципе можно и идеологически сделать так что вы в плоти задаете некую функцию есть пакеты которые позволяют это делать но это немного другое а тут у нас следующая идеология мы получаем функцию получаем иксы из иксов получаем игреки и потом два вектора и в плоти это два вектора сдаются и строится график мы будем рисовать график функции ну произвольной функции вот такой вот давайте зададим в задании функции вы видите у нас операции все точечные то есть они не на вектор целом действуют поскольку у нас в качестве икса будет вектор а поэлемент на на элементы вектора хочу обратить внимание что вот тут у нас отсутствует знак умножение поскольку его можно выкидывать и он тут понятно что это у нас не переменная а именно умножение числа на вектор а вот нас функция появилась для того чтобы сгенерить вектор мы должны функцию collect сделать вот давайте мы посмотрим что у нас функция collect делает shift enter я нажимаю она прорабатывает вот она генерит мы диапазон задаем от единицы до пяти с шагом 2 и и тип флот 64 она генерит скажем но или вот вот так вот мы массив сгенерим ну в принципе это зависит от не обязательно тип задавать но тут обязательно потому что целое значение если мы тут не целое будем задавать то тип будет не целых мы можем сначала сгенерить вот этот вот диапазон с помощью range вот диапазон от минус пяти до десяти с шагом 0 1 ну потому что мы задали сколько у нас длина массива должно быть и вот он сам сгенерил такой диапазон соответственно мы этот диапазон сюда вставляем вот у нас ну конечно мы могли его присвоить чему-то но мы тут как функционально сделаем 151 элемент массив ну и соответственно с помощью определения нашей функции мы массив игреков сделаем вот массив игреков теперь будем использовать разные бэкенды для рисования по умолчанию вот бэкенд гр будем использовать это родной бэкенд плотца он его по умолчанию цепляет вот подключился он самый быстрый самый простой и считаем вот унифицированное задание опции опции может быть много тут у нас какие опции мы просто рисуем x и если без опции то просто нарисуем график нашей функции а в качестве опции мы задаем название название подписи координат но вот эта легенда есть мы можем написать легенд нам убил берется ее в общем мы все можем сделать опции куча а теперь вот решили а почему бы нам не сделать с русским языком второй раз видите быстрее просчиталась поскольку скомпилился плот а вот недостаток гр в том что он с уникодом то не фонтан работает но что то не очень хорошо давайте попробуем пайплот 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 у нас цепляет матплот лип вот переключаемся на пайплот пайплот бэкэнд сейчас он его откомпилит естественно гр у нас идет с плотсом поэтому его собственно компилить не нужно он когда плотс скомпилился он скомпиляет и гр и давайте построим график так busy то есть он считает видите он написано канал busy и тут еще звездочка горит то есть брать просчет идет вот видите изменилась немного графика шрифты ну вот тут оформление ну вот то же самое давайте плот ли подключим это плот ли gs орка это не бэкэнд это пакет который нужен плот ли для того чтобы сохранять графики вот подгрузилась давайте построим график посмотрим значит тут следующая ситуация у нас есть два вида плот ли не отработала у меня сейчас еще раз щелкну ключик вот такой вот два вида плот ли живой график плот ли обычный и он урезанный это плот ли отдельный javascript пакет и плот ли gs это полный пакет его отдельно доставить плот ли у нас сохраняет в виде png только а плот ли gs там в разных остальных вариантах вот видите как png он может сохраниться а плот ли gs и pdf и так далее ну как тут всякие игрища такие вот обратно увеличили ну в общем можно по разному этим пользоваться и юникод плот он очень быстро работает и его супер бонус то что он работает в консоли ему графика не нужна ну вот видите он не поддерживает кучу вариантов т.д. т.п. вот вот какой красивый график очень красивый график вот с этим бэкэндом он так работает ну по крайней мере можно быстро в консоли оценить как ведет себя график тоже полезная вещь ну вот собственно мы посмотрели разные бэкэнды наверное ну для англичан г.р. это вполне достаточно если они не употребляют какие-нибудь скажем теховские или хитрые символы а для русского человека лучше конечно матплот либовский пайплот ну плот ли тоже красивый но немного больше ресурсов поедает ну хотя если вы хотите очень красиво оформить вы всегда можете поменять бэкэнд и сохранить так как нужно